Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим домашнего петуха в духовке. Я вам покажу способ приготовления петуха в духовке по-французски. Начинка будет тоже очень оригинальная, и в итоге у нас получится очень вкусное горячее блюдо на любой праздничный или новогодний стол. Кстати, рецепт довольно универсальный, таким же способом можно приготовить курицу или индейку. У меня петух весом 2 килограмма 760 грамм. Я буду использовать вид петуха каплун, который очень часто используется во французской кухне. Петуха хорошо тщательно промываем и обсушиваем салфетками. Теперь подготовим начинку. Для ее приготовления нам понадобится цедра лимона, петрушка, сливочное масло, чеснок, чеснок зубцами и измельченный. Соль, каштаны. У меня уже готовые каштаны. Вместо каштанов можно использовать картофель, яблоки или вашу любимую начинку. Здесь у меня зелень тмин и уже готовые вот такие связанные веточками, лавровый лист и другие специи. Специи, конечно, можно добавлять любые по вашему вкусу. Сливочное масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно было размягченное. Смешиваем 100 грамм сливочного масла с одним пучком мелко нарезанной петрушки. Добавляем полторы чайные ложки соли и цедру одного лимона. Добавляем 3 зубчика мелко нарезанного чеснока. Выдавливаем немного сока лимона и все тщательно перетираем с помощью вилки, чтобы получилась вот такая кашица. Ароматным сливочным маслом начиняем и промазываем стенки петуха внутри. Добавляем 3 зубчика чеснока. Добавляем специи. И начиняем каштанами. Начинки накладывайте побольше, так получается всегда вкуснее и сочнее. Добавляем подготовленную зелень. При необходимости защипляем зубочисткой, либо скрепляем кулинарными нитями. Также отдельно я растопила 50 грамм сливочного масла, которое я посолила, поперчила и добавила немного сушеного чеснока. Все перемешала. Затем подготавливаем фольгу. Фольгу складываем сверху крест-накрест. И выкладываем сверху петуха. Хорошо обильно промазываем растопленным сливочным маслом со специями. Петуха уже сверху, со всех сторон. Плотно закрываем фольгой. Перекладываем в жаропрочное блюдо. И отправляем запекаться в духовку, разогретую до 150 градусов, сначала на 2 часа в фольге. Очень важно соблюдать температуру духовки именно на 150 градусов, чтобы мясо у нас получилось сочное, а не сухое. Пока петушок у нас запекается, подготовим гарнир. На гарнир у меня будет картофель. Картофель нарезаем на средние кубики. Также я нарезала немного лука. Солим, перчим, добавляем любимые специи. Добавляем немного растительного масла. Перемешиваем, отставляем промариноваться и обжариваем на среднем огне за 30 минут до приготовления петуха. Через 2 часа достаем петуха, разворачиваем фольгу, проверяем на готовность. Я проверяю с помощью зубочистки, протыкаю и смотрю, выделяется ли еще кровь. Кровь уже не выделяется, но, конечно, он требует хорошей прожарки. Поливаем его выделившимся соком со всех сторон и отправляем запекаться уже при 180 градусах еще на 1,5 часа. Каждые 30 минут открываем, проверяем, поливаем сверху выделившимся соком и отправляем еще на 30 минут. В общей сложности петух у меня запекался 3,5 часа. Приготовленный таким способом петух получается очень сочный, не сухой. Обязательно попробуйте 2 часа в фольге и 1,5 часа без фольги. Всем домашним блюдо очень понравилось. Это отличный рецепт на Новый год, день рождения, любой праздник. Надеюсь, это видео вам тоже пригодится. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всех поздравляю с наступающими праздниками, берегите себя и своих близких.